всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале вы просили в комментариях снять рубрику пробую впервые я решила заказать макдональдсе то что я не пробовала исключение это наггетсы я нечаянно тупанула заказала и упаковку с 6 наггетсами и еще плюс 4 штуки по идее было бы намного дешевле взять большую упаковку так наоборот дороже получается я просто не заметила что у меня в корзине 2 пачки наггетсов но если исключать наггетсы все остальное я пробую впервые такой пирожок например я пробовала но эта новинка она со смородиной со смородиной я никогда не пробовала мороженое мороженое давно есть в маке но я никогда не пробовала холодная цезарь мне сразу кстати очень странно показалось что когда я покупала цезарь там можно было выбрать какую заправку вы хотите и там был соус цезарь но его выбрать было невозможно там было написано недоступно майонезом заправить недоступно потом чего еще там не было не было сырного соуса очень странно моего любимого сырного соуса не было еще мне не понравилось то что вот этот напиток баблгам положили в ту же упаковку как и колу поэтому смотрится не очень смотрится что я пью обычную колу хотя это не так супер это лимонад баблгам из макдональдса цезаря раньше не было я только как его увидела сразу решила заказать выглядит он вроде как-то очень аппетитно по идее понимает надо перемешать самостоятельно как-то лучше сразу перемешали стоил салат цезарь 7 монат это не дешево учитывая что в ресторанах он стоит 7 а так как это фастфуд плюс они ничего не перемешали даже помидорки посмотрите целое это мне получается надо в ресторан брать с собой еще и ножик вкусно конечно но то что нельзя было заправить этот салат с цезарем соусом цезарь это конечно для меня был существенный минус порция достаточно большая когда я училась в универе цезарь был в макдональдсе но как-то его никто не заказывал поэтому как я поняла его сняли с продаж а сейчас опять добавили но я думаю такими темпами его опять снимут с продаж насчет моих сережек новых вчера я чуть не потеряла сережку я дома принимала душ мыла голову и в какой-то момент чисто случайно открыла глаза и смотрю что моя сережка на полу и потихоньку катится к трапу а у нас в трапе просто огромные дырки и если бы я в этот момент не открыла глаза правой сережки у меня уже не было бы представляете поэтому для этих сережек мне кажется все-таки нужна заглушка в этот раз мне фортануло и я не потеряла в следующий раз может не фортануть поэтому на мой взгляд то что было сверху я все съела и эта травка осталась на дне короче салат цезарь из макдональдса мне не понравился больше заказывать не буду его хотя бы можно было бы перемешать и здесь должен быть соус цезарь что это такое просто маслом заправили и все в общем мне не нравится по десятибалльной шкале могу дать не знаю троечку за эту цену можно сходить им в нормальном ресторане поесть цезарь ну по крайней мере у нас в боку точно например в ривьера цезарь также стоит 7 монат так что это мне не понравилось в общем где только я не искала заглушки обошла все ювелирные магазины где была возможность написала в инстаграме у всех магазинов уже есть свои странички и многие писали что эти сережки носятся без заглушек они не теряются не переживайте и так далее и в комментариях тоже мнение зрителей разделилось кто-то говорил что нет не теряются не палься кто-то писал что я как раз так то и потеряла свою вторую сережку и мне кажется дело в том что у разных людей разная дырка у кого маленькая дырка возможно сложно потерять но у меня дырка большая я в свое время носила очень тяжелые сережки и она у меня увеличилась даже вот правая немножко порвалась у меня был просто шок в тот момент когда я открыла глаза и вижу что потихоньку моя сережка катится к трапу и буквально минуту бы позже я открыла глаза сережки бы не было но в страпе огромная просто дырка посеяла бы точно в этот раз повезло либо когда купаюсь надо их снимать а потом обратно надевать в общем немножко сложные сережки не знаю советовать вам такие покупать или нет мне просто очень нравится как они нежненько смотрятся когда ты спишь ты их совершенно не чувствуешь на алиэкспресс смотрела на шейн смотрела заглушки везде одинаковые там везде продают заглушки для гвоздиков а для гвоздиков заглушка сюда не подойдет поэтому вот так вот у меня наггетсы конечно из макдональдса я пробовала пробовала миллион раз просто не могла пройти мимо меня еще твиксик обожает надо ему тоже оставить мороженое очень вкусное с кусочками шоколада у меня киткат там был орео вообще мороженое орео не очень но при мне такое ощущение что внутри мороженого какой-то песок мороженое я оценила очень нежное вкусное прям тает во рту супер еще я хочу на днях снять влог пойти куда-то с альбиночкой альбина это моя племянница хочется больше времени уделять ей потому что у нее переходной возраст мне кажется ей все равно не хватает общения в этот период мне кажется ребенку нужно уделять больше времени внимания общения и в свое время это делал для меня мой брат у нас большая разница то есть 18 лет у нас между братом и мной и вот когда я была подростком ходила к репетиторам он меня очень поддерживал не то что дашь на дашь просто мне кажется родственники как раз должны быть такими поддерживать друг друга быть рядом общаться с добром в общем как нибудь на днях сходим с альбиночкой тоже если вам интересно я вам сниму даже влог как мы куда-то идем мне тоже сколько можно дома сидеть но я если честно например слежу за своей одногруппницей на которую я подписана она вот каждый вечер в каком-то ресторане я смотрю на нее и мне не очень нравится такой образ жизни не в том плане что здесь есть что-то плохое нет просто мне порой просто хочется посидеть дома полазить в ютюбе то есть я все-таки домосед и это происходит не от безвыходности то есть например нет друзей нет времени нет денег нет дело не в этом то есть просто мне порой нравится вот сижу я смотрю там не знаю дом 2 каких-то блогеров чей-то мукбанг и для меня это очень даже хороший отдых почему нет здесь осталось у нас два наггетса я их пожалуй оставлю потому что их обожаю твиксик хотя так хочется их съесть они такие прикольные но что поделать с сыном прежде всего наши дети потом уже мы но вы понимаете вроде как у них упаковка у всех одинаковая но содержимое разное это со смородиной пахнет интересненько пахнет интересненько обычно у нас с вишней был с творогами вишни вот кстати с творогами вишни вот они просто супер но к сожалению их сняли с производства их сняли сырного соуса больше нет в маке я в сиктоке видела приколы но наши чисто азербайджанские там один парень пишет на официальную страницу Макдональдса где мой сырный соус я обожаю сырный соус я устрою митинг и так далее это реально было так смешно ему ответили кстати ребят я тоже устрою митинг где мой сырный соус как вам не стыдно если честно берите с вишней это какой-то непонятный есть конечно можно но не вау вкусно 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 больше всего из того что я попробовала мне понравилось мороженое Цезарь в следующий раз я бы не стала заказывать здесь я могу пойти в нормальный ресторан где супер вкусный Цезарь стоит столько же сколько в Маке зачем мне идти в Мак правильно во-первых дорого во-вторых даже не перемешали в общем мне не понравился пирожок на любителя если вы любите смородину то возможно вам понравится доставка доставка конечно была на высоте но доставка не была бесплатной хотя Мак находится очень близко в общем подведем итоги Цезарь однозначно не советую мороженое просто супер а пирожок на любителя а вам спасибо огромное что досмотрели это видео до конца мне будет очень приятно если именно ты подпишешься потому что в последнее время я стараюсь снимать как можно больше контента и мне будет очень приятно если я увижу твою поддержку обязательно подписывайся всех люблю с вами была Айка пока